В левом углу ринга Ларифуга красная, в правом синяя. Соревноваться два передвижных домика уже послезавтра будут в Сочи, на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Мы их, конечно, делаем в основном для космоса, потому что у нас проект по космосу, но только мы не авиацию имеем в виду, а имеем в виду строительно-космическое производство. Это одна из типологий, которая будет использоваться на Луне и на Марсе, шагать. А сейчас мы проводим испытания здесь. Ларифуга с латинского переводится как «бродяга». Это прототип ходячей архитектуры. И, как надеются разработчики, недалекое будущее. Подобные конструкции уже создавались ранее трижды. Самарская схема всего четвертая в мире. И признана научным сообществом самой удачной. Управляются эти избушки на курьих ножках умной перчаткой. Тоже разработка студента политеха. Она может соединяться по блютузу с любым устройством. Перчатка просто надевается, как, собственно, и обычная перчатка. И все. Она может распознавать некоторые простые жесты. То есть наклоны, повороты и движение пальцев. Если мы сжимаем руку в кулак, то ларифуга ползет назад. Если разжимаем руку, то она идет вперед. Наклоны, соответственно, позволяют ногам вращаться в разные стороны. И скорость движения регулируется углом большого пальца. Опытные экспонаты пока не идеальны, но уже близки к совершенству. В итоге должны получиться конструкции, в которой поместится человек, стол, стул и все необходимое для работы. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.